Всем привет, с вами Мария Лэнда и сегодня мы с вами разберем, какие фотографии выкладывать в Инстаграм в 2018 году. Первая это пошла мода на естественность. Кстати, вы можете посмотреть мое видео про антитренды, там я об этом все подробно рассказываю, ссылочка будет в описании, чтобы быть в теме. Так вот, что насчет естественности? Естественность у нас не только в одежде, но и в лице, то есть непосредственно в фотографиях в Инстаграме. Что это значит? Что теперь, дорогие девушки, наверное, больше к вам относятся, мы кладем меньше фильтров, меньше добавляем какой-то яркости, контрастности. По сути, самое идеальное это вот вы встали, накрасились, допустим, сфотографировались и выложили в ленту. Пока я здесь видео записываю, ко мне собака пришла, соскучилась, наверное, я надеюсь, вы не против, что она посидит с нами в кадре. А мы с вами давайте продолжим. Я понимаю, что это проблематично, потому что иногда света недостаточно, и ты хочешь высветлить фотографию, чтобы она просто красиво смотрелась. Но, тем не менее, естественные фотографии набирают популярность в Инстаграме, поэтому если есть такая возможность, выставляю, тебя точно наберет много лайков. А следующие успешные фотографии в Инстаграме становятся городского типа. Что это значит? Сейчас расскажу. Вот ты идешь гуляешь в своем городе, и ты сфотографировал, ну, допустим, такси, у меня есть такая фотография. Если что, можете зайти в мой Инстаграм, смотреть за новостями. Так вот, городские фотографии. Вы идете, вы сфотографировали такси, дома, или, я не знаю, тюльпаны какие-нибудь в траве. Это все городского типа фотографии. Это очень актуально и популярно в Инстаграме. Город — это все в 2018 году. Так что город рулит. Очень популярно становится в Инстаграме еще больше, вернее, популярность набирает бумеранг. Бумеранг, как всем известно, мы выставляем в истории. Это маленькие-маленькие секундные видеозаписи, да, которые повторяют ваши действия, а потом снова повторяют, и потом снова повторяют. Ну, в принципе, так это и работает, потому что это бумеранг туда-сюда. Почему это интересно? Потому что это движение, это анимация, а иногда люди снимают действительно классные, интересные, знаете, как что-то наливаете, а потом эта вода выливается, потом наливаете, ну, то есть вы залипаете на это. Так что бумеранг набирает огромные результаты и успехи в Инстаграме. Так что обязательно пользуйтесь этим. На своем личном примере могу сказать, что в Инстаграме опубликую видеозаписи, но одна набрала просто очень много просмотров по сравнению с другими. Что я там делаю? Это была зима, я стою в шапке и прыгаю около елки, как бешеный енот. И мои действия, они зациклены, то есть это некий бумеранг, и там очень-очень-очень много просмотров, потому что человек пришел, посмотрел, залип вот на это. Так что еще раз подтверждение, что бумеранг действительно работает и набирает популярность. Также в Инстаграме очень популярны маски. Они стали появляться относительно недавно. Также их можно сделать в сторис, выставить на 24 часа. Ну и есть различные приложения, позволяющие вам что-нибудь нацепить на свое лицо, сфоткаться и выложить уже в профиль непосредственно. Пользуйтесь это успешно в 2018 году. Вообще для чего я вам это рассказываю? Чтобы вы понимали, что категорически нельзя выставлять в Инстаграм, потому что вы просто завалите свой профиль. Об этом я, кстати, расскажу в следующем видео. Интересно? Тогда поставь на колокольчик, чтобы обязательно не пропустить это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. Ловите момент! Была с вами Мария Лэн. До новых видео!